Доброе утречко, друзья! Последний, так сказать, шанс покататься по снежку. Сегодня у нас выпало 20 см снега. Наконец-то! И я нахожусь не в дворой СРВ, а в единичке. И это именно ОРВ. Я решил попробовать в последний снег, как она наконец-то едет. Напомню тем, кто не знает. В этой машине установлены две блокировки дифференциала заднего и переднего. Вот уже девчата выезжают на двоечки. Мы проехали пробег у машины на момент установки этих дифференциалов. Было 74 мили. Правдивых мили. Чуть-чуть плавают у меня обороты. Видно от недостатка антифриза в системе. Так, 76 тысяч пробег сейчас. Это означает, что проехала она на блокировках 2000 миль. А это в переводе где-то 3200 километров. Есть возможность сейчас проверить, работают ли эти блокировки. Мы поедем на горочке покататься и попробуем спуститься, подняться. Субтитры делал DimaTorzok пробуем вытащить мотоблок. Две блокировки рулят. Ну что, нормально? Ты в центр заводишь. Что ты говоришь? Думаю, что в центр заводишь. Спасибо. Обласка. Первый вытянутый мотоблок вместе с дровами. Очень тяжелый был, наверное, груз. Ребята вытянуть обычно машины не могли. Мы с первого раза ОРВ-шкой дернули. Было чувствовалось, как работали блокировки, как она... Так, а ты... Ты же... Не, не выйди туда. Ну, теперь да. Так, а то герой. Ну, почти. Почти заехал. Еще разочек. Не, все, на гусь. ОРВ-шка с этим справилась лучше. Еще третий раз, третья попытка последний. Итак, пора делать выводы в отношении того, как работают наши блокировки. И то, что я хочу заметить, что работают они очень хорошо. На горке машина не показала себя супер. Почему? Потому что резина, которая установлена, осталась с лета. Это АТ-шка, а не зимняя. Поэтому сцепление со снегом у нее не очень. Но крутились все четыре колеса. И, ну, диагоналок там особо не было. Хотя, все-таки двойка забуксовала левыми колесами, правые стояли жестко. Там видео видно прекрасно, как это произошло с ней. ОРВ-шка с этим справилась очень хорошо. Если бы за 3,5 тысячи натерло такое количество стружки, которая забила бы фильтр или там убила бы редуктор, как многие писали, то это бы уже произошло. Этого не произошло в моем случае. Почему? Потому что этот проект имеет право жить. ЛСД блокировки достаточно надежные. Вот масло я еще пока не сливал, но опять же повторюсь, если бы забило сетку, редуктор задний бы не работал. Сеточка там очень тонкая. Насосы работают, все работает. Ничего я не убил. Поэтому можно их ставить. Еще скажу в отношении ЛСД блокировки. Она не блокирует жестко. И само название говорит о том, что она слип, то есть проскальзывает. И чем жестче пружина, тем меньше проскальзывание. Чем мягче пружина, тем больше проскальзывание. Чем это хорошо, чем жесткая блокировка. Когда вы на поворотах, вам ничего не выламывает и ничего не скрежет такого металлического. Поэтому я считаю, что это очень хорошо. Если у вас нет возможности, желание заморачиваться с установкой этой ЛСД блокировки, обращайтесь. Можете у нас заказать готовый редуктор или коробку передач. Вот так вот. В принципе, это все, что хотелось снять. Я очень редко выезжаю на этой машине. Это первый раз за полгода, наверное. Но, надеюсь, не последний. Все. Спасибо, что смотрели это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Кстати, контакты для связи снизу под видео. Можете обращаться, там мессенджер, ватсап. Все. Пока. И спасибо, что были со мной. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok